Дело включается в гомбологическое алгебра. Конструкция. Давайте рассмотрим множество функций из множества... Как вы там объекты обозначали? Буквой Е. Множество функций на объектах со значениями в целых числа. То есть, ну, грубо говоря, на каждой объекте, на каждой вершине напишем какое-нибудь число, любое. Значит, мне понадобится два множества функций. Первая множественная функция – это P1. Это такие функции P, что выполняется следующее условие. P от X равно P от Y для почти всех соседних X и Y. Что значит для почти всех? Это значит для всех, кроме конечного числа. Для всех соседних вершин X и Y, P от X равно P от Y. Для всех таких P, кроме, будет, может, конечного числа. Например, здесь. Так, пример, такую функцию я решила. 1, 1 туда везде единицы. Здесь 2, 2. Везде двойки. А здесь тройка, тройка и так далее. Везде тройки. 4, 4 и так далее. Везде четверки. А здесь 0. Для каких пар вершин? В соседних вершинах написано не одно и то же. Для этой, для этой, для этой, для этой. Понимаете, да? Соответственно, вот это, вот то, что я сейчас здесь написал. Это пример вот такой функции из P1. Теперь функция из P0. Это такие функции P, что P от X равно 0 для почти всех Y. Что такое отношение эквивалентности, знаете? Назовем две функции P1 и P2. Функции P1 и P2 отсюда. Мы будем говорить, что P1 и P2 эквивалентны. Эти похожи. P1 и P2 похожи. Если P1 минус P2 лежит в P0. Что это значит? Это значит, что разность между двумя функциями P1 и P2 равна 0. То есть эти две функции только-друга отличаются в конечном числе точек. Такие две функции мы будем называть похожи. Похожи они? Похожи. Чего-нибудь похожи. Как пронумеровать эти самые хвосты? Пронумеровать их хвосты, это значит написать везде чиселку 1, а во всех прочих везде так написать 0. Правда? Это значит, что это номер 1. Правильно? Но мне нужно назвать еще, давайте чуть больше напишем, P1 и P2 похожи. Мы будем говорить, что P1, вот так вот напишем, P2 и P2 совсем похожи, одинаково, как бы одинаково, если P1 с аналином П2. Поэтому, в этом смысле мне не важно, я здесь, везде напишу единичку, двойку, тройку, четверку или минус единицу. Это значит пропорциональность. И вот количество вот таких вот одинаковых функций, это и есть число хвостов. Понятная идея? Ну, логика хотя бы понятна. Ну и вот, собственно говоря, возвращаясь к графу Кенни. Как здесь считать число хвостов? Вот здесь у нас есть два хвоста. Вот мы здесь от сотрем, чтобы не мешалось, потому что количество число ребер можно стирать. Туда уходят единицы, туда уходят единицы. Это один хвост, это второй хвост. Поэтому здесь хвоста два. А там у нас число, количество таких функций, и мы на это прибавим единицу. То есть количество хвостов, это число вот таких вот одинаковых функций плюс один. Почему плюс один? Потому что сумма двух одинаковых функций, сюда единица, сюда единица, они в сумме дают нулевую функцию. Ну, вот такая вот последняя идея. Последняя, наверное, совсем непонятна, правда, как считать число хвостов. Но эта идея на самом деле достаточно продуктивна. Эта идея довольно часто в математике будет встречаться. Значит, что мне хотелось бы, чтобы вам было более-менее понятно из того, что я сейчас рассказывал. Ну, во-первых, что есть такое слово, как группа. И это не только группа школьников, или группа посетителей малых махматов, но еще и алгебраическая структура. Во-вторых, надо понять, чтобы понимать, что у группы есть графы Кэнли. Эти графы Кэнли для конечной группы обычно несложно нарисовать. Главное только правильно системообразующих выбрать и правильно вершины нарисовать. Потому что я вот как я нарисовал графы Кэнли, я уже готовился к лекции, поэтому я придумал, как их на плоскости нарисовать. Так это обычно с первого раза не получается. Но сами по себе графы Кэнли – это штука достаточно полезная. Они позволяют визуализировать группу этого первого. И они позволяют увидеть некоторые свойства группы этого второго. Третье, что мне бы хотелось, чтобы вы поняли, что есть такое понятие, как число хвостов. И это самое число хвостов для группы. Ну, в принципе, как-то там можно посчитать, по-кручь вот таких вот функций. Это полезно, да. А у всех группы есть графы Кэнли? Ну, конечно, потому что системообразующих есть. Раз система образующих есть, значит, какой-то там граф Кэнли можно нарисовать. Ну, другой вопрос у нас, саняло бы его нарисовать, потому что это, может быть, оказаться сложной задачей. Но начать рисовать, по крайней мере, можно. Можно его изобразить или нельзя, это же новый вопрос, если открыться от группы зависит. Количество образующих не обязательно конечное. Ну, вообще говоря, да. Но мы сейчас в основном говорим о группах с конечным числом образующих. Но, чтобы не было ощущения, что группы с бесконечным числом образующих – это что-то такое странное, я вам спасибо Александру Васильевичу. Я приведу вам еще один очень важный пример. Группа рациональных чисел. Сколько мне образующих по сложению? Ну, давайте посчитаем. Одно и второе хватит? Нет. Не хватит. Одно и второе, одно и третье хватит? Нет. Одно и второе, одно и третье, одно и четверти. И так далее. Простые единицы на П, то вот единицу на П через единицу на меньшее простые нельзя поделить, выразить. Ну, соответственно, вот у вас получается, что группа рациональных чисел по сложению, она с бесконечным числом образующих. Кстати, можете попробовать ради любого места, попробовать нарисовать биограф Келли, но это не очень просто. Собственно, да, число образующих может быть конечным, может быть бесконечным. Но хотя группа рациональных чисел кажется такой простой, понятной и близкой ему и сердцу любого школьника, и не только школьника, пока я абсолютно не затронул важный вопрос, а откуда группы-то берутся? Вот есть два больших источника группы. Первый большой источник группы, это так называемая фундаментальная группа, это Бетли. Это огромный источник группы, оттуда они часто приходят, их надо изучать и так далее. Это нечто связанное с поверхностями, то есть как научиться различать сферу и бубли. Вот как это сделать? Вот оказывается, все эти петли фундаментальная группа это позволяют сделать. И третий огромный источник групп, он не такой большой в плане количества групп, которые оттуда возникают, но он очень важный с точки зрения прикладной. У вас же у всех есть там всякие телефоны, дома есть какая-то сковородка, ничем умная отнюдь. Все это связано с такой штукой, как кристалл. Вот кристаллографические группы, это то, благодаря чему теория группы в свое время из некоей математической игрушки превратилась в один из важнейших разделов современной математики. Именно вот теория кристаллографических групп. А еще есть замечательные картины такого чудесного графика из Нидерландов, по-моему, Моррис Эшера. Очень советую погуглить, и это очень полезно в качестве новостного задания после этой лекции. Посмотреть картины Моррис Эшера, и попробуйте понять, а при чем тут группа. Моррис Эшера. Группа там совсем не при чем, а картина красивая. Но группа там при чем. Если мы будем брать кристаллографию, тогда мне понадобится проект, и тогда я пришлю при чем там. Десять, десять, на множество. И это, на самом деле, очень важный и интересный тоже источник групп кристаллографии. Ну и еще один источник групп, теория кайдирования и теория шифрования. В принципе, вся теория кайдирования и теория шифрования – это такая вот теория групп под прикладным соусом. Продолжение следует...